Привет, дорогой мой Ален. Привет. Чего ты мне хотел сказать? Ты вебинар посмотрел, какие отзывы потрясающие и спишут тебе благодарные письма. Я тебе не успеваю передавать, потому что все так довольны, как ты им помогаешь, снимаешь зажимы. Вообще я тебе хочу сказать, все методы мира, и йога, и медитация, и цигуны, ну все, и все методы тренировки, и все методы обучения, конечно, с помощью нашего методики вот этой вот непосредственно, которую ты показывал на вебинаре, но не все же могли смотреть, потому что не все успевают, люди находятся в разных концах мира. Ну ладно, покажи еще раз тогда, я тебя прошу. Насай Магомедович, привет вам тоже, не остановить вас слушать. Здравствуйте! От слова будьте здоровы. Привет, это моя картина, это старая картина, «Размечтался» называется, но я ее переписываю сейчас в формате «Коллективный разум», там мне будут писать комменты, потому что ты размечтался, как я мечтал, что буду взрослый, и жизнь такая большая, интересная, а сейчас оказывается солнечная активность, и на всех давит. И поэтому твои приемы, что ты показываешь, очень полезны для каждого. Давай, показывай. Да. Вот на вебинаре, не все же могут успеть на вебинаре посмотреть, а вы, наверное, о том блоке, что я показывал, для снятия психомышечно-сосудистых зажимов, такая подстройка к ходу ключевого состояния. Так вот, оказывается, специалисты предупреждают с 8 по 13 число этого месяца мощнейшие метеобури, активность солнца очень мощная. И люди должны об этом знать, особенно люди, которые страдают сердечно-сосудистыми делами, бигитососудистыми делами, потому что в 3-4 раза, оказывается, повышается количество инфарктов и инсультов в этот момент. Связано же все с сосудами, а я и показывал как раз таки, как снять мышечно-психологически-сосудистые зажимы, чтобы кровообращение было логично, а система была устойчивей. Все понимают, о чем ты говоришь, но ты методику покажи. В первую очередь это надо знать. Во вторую очередь что сейчас? Что рекомендуют специалисты? Вот именно в пиковые часы, то есть с 8 по 13 число в пиковые часы, это полдень и после, несколько часов устраивать себе сиесты. То есть отдых. Отдых, не грузиться, не нагружаться, а наоборот отдыхать, попивать водичку в меру и отдыхать. Это важно очень. Ну а второе, я как раз записал же видео, выставил у себя на канале, как раз именно это видео, там схематично предложено людям пальпировать, разминать именно те точки, именно те созвездия, точек нами подобранных, скажем так, ключевые, да, ключевые точки для быстрейшего снятия вот этих зажимов. Во-первых, человек себя спокойнее начинает чувствовать. Во-вторых, спазмы сосудов отпускаются за счет того, что отпускаются мышечные зажимы. Вот это очень важно. И я выставил у себя на канале, я вас прошу, выставите у себя тоже то, что я выставил у себя на канале, это будет очень полезно. Да, я улыбаюсь. Да, я улыбаюсь. Слушай, я хочу тебе сказать, то, что ты говоришь, это очень важно, потому что некоторые люди, а я часто об этом говорю, записывайте 10, 12, 15 дней подряд, как дневничок. Первый фактор – атмосферное давление. Второй фактор – температуру. Третий фактор – геомагнитную обстановку. Четвертый фактор – дождь, ветер, ну, осадки. И когда человек записывает это себе как дневничок, то потом, когда у него возникают какие-то проблемные ситуации, например, раздражительность, или он спать не может, или он статью пишет, и у него никак не получается, а он даже, раньше даже он не подозревал, что это могла быть погода. Потому что раньше нам не говорили, что раздражительность от погоды зависит, о том, что все из рук падает, мечты не исполняются, от погоды зависит. Но нас же этому не учили никогда. Нам говорили, когда погода плохая, голова болит. И вот мне пишут там люди, а у меня на погоду реакции нет, у меня голова не болит. Но это же только часть вопроса. А там же очень много влияния погодных. Ну, и как и сезонное обострение, точно так же вот эти магнитные бури. Да, Лен, я тебе еще что хотел сказать. Вот эти обжимания, вот эти обжимания. Я вот когда себе сам делаю, у меня вот здесь больно. Вот здесь вот. Вот я так обжимаю себе немножко, потом вот так обжимаю. А потом то, что ты показывал. Давай покажи еще раз. Это всем будет полезно. Всем и каждый. Давай показывай. Показывать? Да. Я же специально заснял и прошу вас, чтобы вы выставили, чтобы уже там было вот конкретно. Хорошо. Чтобы посмотрели. Вот как раз пусть посмотрят и заодно запишутся. Хорошо. Харь Магомедович, а я хотел вот для тех, о кого вы говорите, для тех людей. Вот вы вспомните же, как Луна влияет на великие океаны, где приливы могучие отливы. А мы же живые люди, мы же зависим от атмосферных давлений, от каких-то влияний активных солнца. Конечно, если мы это знаем и учитываем, и знаем, что нужно делать, как себе помочь, мы же себя укрепляем заблаговременно. Мы не попадаем в те самые приступы инфарктов, инсультов и так далее. Вот это очень важно. Это профилактика здоровья. Это очень важно. Да правильно, посмотрят завтра твой YouTube-канал. Конечно. Подписываются, кстати говоря. Я очень бы хотел, чтобы к тебе обязательно подписались, потому что мы скоро у тебя на канале будем выставлять уникальный контент. Кроме того, что мы выставляем. Уникальнейший контент, которого еще никто в мире не видел. Ну, там будет особые условия. Но это тоже, скажем, это все будет с юмором. Очень хорошо. Красота, да. Еще раз, как называется картина? Всем скажи, чтобы все знали, как называется эта картина, кто не видел. Это какая картина? Вот у тебя за спиной висит. А, это и эта картина. Это называется экватор. Вот вы понимаете экватор? Это же солнце такое, оно вот такое, тяжелое, там жарко. Это же вот этот самый там океан. Вот это экватор, там это остров. Не обитаем остров. Это вот все это там. И вот вам пальмы. Посмотрите, какого цвета пальмы. Таких больше нигде нету. Это только на экваторе. Вот там у тебя на картине, да? Да, конечно. Слушай, Олег, я тебе хочу сказать, что твои картины, они неповторимы, как и мои. Вообще мы все время почему-то стараемся увидеть что-то похожее. Что-то похожее в мире. А я знаю почему, Хасай Магомедович. Потому что мозгу проще думать шаблонами, стереотипами и какими-то понятными вещами. А чтобы что-то сделать новое, придумать, создать, даже просто что-то самое простое, для этого нужна энергия, и нам нужно сосредоточиться в этом направлении. А если мы научаемся сосредотачиваться в этом направлении творчества, тогда мы лучше собой управляем, это качественно другая жизнь. Тогда мы можем в стрессовых ситуациях иметь свободность головы, и внутреннюю свободность, и уверенность. Да, 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 все это правильно, все это правильно. Опять вы меня хотите остановить, да? Я хочу сказать, что людям нужна конкретность, и поэтому ты про конкретность, про вот это, разминать уши, там, как вот это делать, завтра покажешь на ролике, конкретно совершенно. Да. Спасибо. И вы его выставите, да, вы его выставите, там конкретно совершенно все показано. И я надеюсь, это многим поможет, поэтому я прошу тех, кто увидит, чтобы они попробовали и сделали вместе со мной. Это им и поможет, и их близким, и старшим, и младшим. Очень хорошо. Давай, спасибо тебе. Короче говоря... Будьте здоровы, живите богато. Мы защищаем, мы защищаем людей от неприятностей. Очень хорошо. Молодец. Наша семья – династия. И ты, и Шейла, и Гретка, вообще-то, вообще-во-во-во-во-во-во. Да, давай. До встречи. Мечтатели, но не просто мечтатели, а мечтатели-открыватели и созидатели. И помогаем всем. Такова наша природа человеческая. У всех и каждого. Поэтому объединяйтесь, друзья, подписывайтесь на Алена канал. Там будет новое. Я, конечно, за тебя беспокоюсь, чтобы больше людей тебе подписалось, чтобы ты свою энергию тратил для большей полезности для людей. И, конечно, для себя пиши больше картин. Спасибо. Объединяйтесь и улыбайтесь. Да, соединяйтесь. Вместе мы с Иллой. Давай. До встречи.